Альтарго инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения Глаксосмет Клиент Рейдинг АО Россия Код ИТЕКС Д06 и ЭКС 13 Активное вещество Ритопамулин Лекарственная форма Альтарго Форма выпуска, упаковка и состав препарата Альтарго Мазь для наружного применения 1 грамм Ритопамулин измельченный 0,01 г И вспомогательные вещества Парафин мягкий белый 0,99 грамм 5 грамм Тубы алюминиевые 1 Пачки картонные 15 грамм Тубы алюминиевые 1 Пачки картонные Клиника Фармакологическая группа Антибиотик для наружного применения Фармакотерапевтическая группа Противомикробное средство Фармакологическое действие Ритопамулин представляет собой полусинтетическое Производное вещество плевромателина Который выделен путем ферментации Исклайкоплус пасикеринус Ритопамулин избирательно ингибирует Синтез белка в бактериальной клетке Путем взаимодействия с 50 субъединицей Рибосомы бактерии Таким способом Который отличается от механизмов Действия всех прочих Неплевромателиновых антибиотиков Взаимодействующих с рибосомами бактерий Данные показали Что центр связывания Включает рибосомальный белок Кэл-3 зону рибосомального центра Р А также центр пептидилтрансфэсразы Связываясь с этим центром Плевромателин ингибирует Пептидильный перенос Частично блокирует взаимодействие С центром Р и препятствует Нормальному образованию Активных рибосомальнек Субъединиц А50С Что приводит к ингибированию Синтеза белка бактериальной клеткой При помощи различных механизмов В связи с особым механизмом действия Перекрестная резистентность ритопомулина И иных классов антибиотиков В отношении специфичных Возбудители по данным исследований Invitro встречалось редко По данным исследований Invitro И клинических исследований Ритопомулин активен В отношении большинства штаммов Основных возбудителей Инфекций кожи и ее придатков Стофилокопкус ореус И стрептокопкус паиогенос Вместе с тем В клинических условиях Ритопомулин менее эффективен В отношении некоторых метицеллин-резистентных штаммов Staphylococcus aureus. Кроме того, препарат обладает активностью инвитро в отношении некоторых иных грамм положительных, грамм отрицательных и анаэробных бактерий. Ретопомулин обладает преимущественно бактериостатическим действием в отношении возбудителей S. Aureus e. Spaiogenes. Ретопомулин инвитро активен в отношении большинства штаммов Staphylococcus aepidermidis, Steptococcus agalaxia, Steptococcus aureus veridans peru planibaclarium agnus pectostreptococcus aspipi, Privatel-SPP, Fusobacterium aspipi и Porfiromanos aspipi. Резистентность в связи с особым механизмом действия перекрестная резистентность ретопомулина и иных классов антибиотиков в отношении специфичных возбудителей по данным исследований инвитро встречалось редко. Ретопомулин продемонстрировал низкую способность к развитию устойчивости в условиях инвитро. Наибольший показатель минимальной подавляющей концентрации на основании данных последовательного пассажа S. aureus espoiogenes в присутствии субминимальных подавляющих концентраций суп-МПК ретопомулина составил 2 мкг МЛ. В процессе лечения препаратом на протяжении программы клинического исследования развития резистентности к ретопомулину отмечено не было. Показания к применению лечения инфекции кожи и ее придатков, вызванных чувствительными к ретопомулину микроорганизмами, а именно стафилокопкус ареус и стриптокопкус паиогенес, первичная импетига, вторично инфицированные травматические повреждения, например, небольшие порезы, ссадины, края ушит и раны, вторично инфицированные дерматозы, включая пустулезный псориаз, осложненные атопические контактные дерматиты. Способ применения дозы мази Альтарга необходимо наносить тонким слоем на пораженный участок кожи два раза в сутки в течение пяти дней. На обработанный участок можно наложить стерильную марлевую повязку. При отсутствии клинического эффекта в течение трех-четырех дней лечение должно быть пересмотрено. Безопасность и эффективность препарата Альтарга не исследовались при вторично инфицированных травматических повреждениях длиной более 10 сантиметров или площадью поверхности более 100 сантиметров, а также при вторично инфицированных дерматозах или первичном МПТГ с площадью поражения более 100 сантиметров 2 или более 2% общей поверхности тела у детей. Особые группы пациентов дети в возрасте младше 9 месяцев безопасность и эффективность мази ритопомулина у пациентов этой категории не изучалась. Пациенты пожилого возраста коррекция дозы не требуется. Пациенты с нарушением функций почек коррекция дозы не требуется. Учитывая низкую системную абсорбцию ритопомулина после наружного применения препарата, маловероятно, что при нарушении функций почек системная концентрация достигнет уровня клинического значения. Пациенты с нарушением функций печени коррекция дозы не требуется. Учитывая низкую системную абсорбцию ритопомулина после местного применения препарата, маловероятно, что при нарушении функций печени системная концентрация достигнет уровня клинического значения. Побочное действие – нежелательное явление, представленное ниже перечисленных в зависимости от анатомо-физиологической классификации частоты встречаемости. Частота встречаемости определяется следующим образом. Очень часто – 0,1, часто – 0,1 и L1, не часто – 0,001 и L1, редко – 0,001 и L1, очень редко – и L1, включая отдельные случаи, неизвестно, не может быть оценено по данным, имеющимся в наличии. Категории частоты были сформированы на основании клинических исследований препараты пострегистрационного наблюдения. Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки нечасто – контактный дерматит. Общие местные реакции – реакции в месте применения, часто – раздражение. Нечасто – зуд, боль, эритема. Пострегистрационное наблюдение и со стороны иммунной системы неизвестно – аллергические реакции, включая ангионевротический отек в инке. Противопоказания к применению – повышенная чувствительность криптопомулину или любому другому компоненту мази, детский возраст до 9 месяцев. С осторожностью, поскольку ингибиторы изофермента сивапии 3 и 4 могут дополнительно увеличивать системную абсорбцию ритопомулина при совместном использовании ингибиторов изофермента сивапии. 3 и 4 секунды ритопомулином у детей младшего возраста следует соблюдать осторожность. Применение у детей безопасность и эффективность мази ритопомулина у детей младше 9 месяцев не изучалось. Особое указание. В случае развития аллергической реакции для выраженного местного раздражения после применения мази ритопомулина лечение следует прекратить. Остатки мази удалить с кожи, назначить альтернативное лечение имеющейся инфекции. Не наносить на глаза ритопомулин не был исследован в офтальмологической практике. Не наносить на слизистые оболочки. Эффективность и безопасность нанесения ритопомулина на слизистые оболочки не исследовались. Отмечались случаи развития носового кровотечения при нанесении ритопомулина на слизистую оболочку носа. Не принимать внутрь, как и в случае с другими антибиотиками, длительное использование мази ритопомулина может привести к избыточному росту нечувствительных микроорганизмов, включая грибы. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами препарат не оказывает влияния на способность управления транспортными средствами и механизмами, лекарственное взаимодействие, клинические значимые лекарственные взаимодействия у взрослых неизвестны. Исследования по изучению лекарственных взаимодействий у детей не проводилось. У детей в возрасте до вторых лет отмечалось увеличение системной абсорбции ритопомулина, совместное применение ритопомулина и других наружных средств на одном и том же участке кожи не изучалось и не рекомендуется.